Про охрану общественного порядка в учебных заведениях. В учебных заведениях. Ну, это нужно было. Хорошо бы было. Я не знаю, мы не можем, потому что он в 11-й школу. Мы не видим, там просто охранники. Хорошо бы было. Школа большая, много людей, улицы. Хорошо бы было, что в этом присутствовать. Вы им доверяете? Ну, да. Как вы к ним относитесь? Ну, как? Ну, нормально я относилась. Да. Ну, там нету сейчас такой полиции. Там просто один охранник, и все. Я бы не против, чтобы там кто-то находился. Там они поставили видеокамеры на собрании, говорила, где лет тоже было. Ну, хорошо бы, чтобы это было, понимаете, потому что сейчас такое несвободное время. Это хорошо, я не против. Я отношусь положительно, нормально. В нашей школе, в которой учится мой ребенок, я не видела. Ну, это охранники, может, на посту? Нет. Я же говорю, в нашей школе такого нет, у нас 20-я. Есть бабушка, которая 20-я школа, которая сидит, и... ну, он как вовчер. А хотели бы, чтобы в школе, в которой учится ваш ребенок, был охранник, который... Который будет следить за порядком. Да. Ну, наверное, все же хотела, чтобы не было там каких-то драк и каких-то вот такого плана именно детских, вот, которых не урядить, чтобы не бежали к директору, чтобы был какой-то мужчина, который мог бы сказать, так, ребята, разошлись вот так вот. Наверное, хотела бы. Знаете, что в Крымяче действует муниципальная полиция? Да, знаю. Как вы относитесь к ее деятельности? Конечно, положительно. Должен быть порядок в школах, должны смотреть, кто заходит из взрослых, контролировать ситуацию. Доверяете им? Возможно, да. Почему возможно? Возможно, потому что, я думаю, система не совсем идеальная, чтобы уследить совершенно вот за всеми, за каждым. И всегда может сработать человеческий фактор, потому доверие есть как к человеку, но насколько он может справиться со своими заданиями, поставленными на работе, вот это уже вопрос. Видео, как вы относитесь к ее деятельности? Негативно. Почему? Ну, потому что это какая-то сила, которую власть использует в своих силах. То есть, какие-то на них миллионы бюджетные вложения и прочее. И в принципе, зачем она нужна, если достаточно обычной полиции, у которой есть закон про ее работу. А что делает муниципальная полиция? Имеет ли она право применять силы? Имеет ли она право на обыски? Непонятно. То есть, вы им не доверяете? Абсолютно. А чем именно они довольны? Что бы хотели, как они действовали? Да зачем они нужны, я не понимаю. Ну вот, просто не нужны.